Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в России настолько масштабно впервые за два года. По данным Минэкономразвития, в среднем плата увеличится на 500 рублей. При этом каждый регион установит размер тарифа самостоятельно с учетом среднего индекса от Кабмина. По данным Управления Алтайского края, по регулированию цен, средний тариф на электроэнергию увеличится на 39 копеек за киловатт, на питьевую воду почти на 4 рубля, на тепловую энергию, кроме Барнаула, Бийска и Рубцовска, на 185 рублей. Есть один плюс. Без банковской комиссии услуги ЖКХ теперь будут оплачивать многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной. Льгот на ипотеке с низкой ставкой, которая действовала с 2020 года, с июля больше не будет. Это была самая массовая программа, участвовать в которой можно было независимо от возраста, семейного положения, профессии и местопроживания. Ставка по ней составляла 8%. Стоит отметить, что сохранится семейная ипотека, IT, ипотека и другие. Заграница для россиян станет еще дороже. С июля госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поколения составит 6 тысяч рублей вместо 5. Для детей и подростков до 14 лет пошлина на этот же паспорт вырастет до 3 тысяч вместо 2,5. Подорожает и крепкий алкоголь. Речь о напитках с содержанием спирта свыше 28%. К примеру, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за пол-литра. На коньяк с 517 до 556 рублей. На бренде с 375 до 403 рублей. Татьяна Голубева, День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова